Охоту на охотника следует начинать с вертолёта, потому что, судя по всему, с высокой долей вероятности наша цель военные. Если я начну стрелять военные, то вертолёт придёт им на помощь. Это нам не нужно. Нам нужно забрать тайник, чекнуть коробочку, в которой ничего нету, да? Да. И приготовить режим стрельбы очередями. Где он полетел? Вот он. Будем его отрабатывать, наверное. Советовали мне стрелять по хвосту. Расстояние, кстати, не наше. По хвосту ему залетело неплохо. Он развернулся на меня, а я потихоньку прячусь. Сейчас он полетит сюда, да? О, летит уже. Будет стрелять, слушайте. Да, легко. Перезаряжаю Абакан. Не знаю, может и бронебойный потратить, конечно, на него можно. Неплохо так получереди ему залетает. Он залетает прямо надо мной. Это опасно достаточно. Надо прятаться за старым КАМАЗом. Хорошо, что нет радиации. Ну, давай по хвосту попробуем поработать. Обходят меня, да? Давай бронебойный всё-таки зарядим. Побольше будет проникновение, наверное, по этой броне. О, летает. Фразочки загорелся уже. Не так страшен чёрт, как его молюют. Я тебе тут разлетаюсь, лейтенант Сидоренко. Лейтенант Сидоренко и прапорщик Сидорчук, очевидно, ведёт вертолёт нынче. Легко. Сейчас всё произойдёт в течение секунды. О, хорошо. Всё, хорошо пошёл. Слушайте, взрыв невероятного масштаба. Так. Огонь горит, господи. Там, наверное, сейчас радиоактивная зона. Лучше туда не лезть. Хорошо, сохранение. Если сбить три вертолёта, получу ачивку. Какой-то там мастер вертолётов. И военные перестанут их засылать. А мы, однако, идём за нашей целью. Охота на охотника. Надо чистить военных. Чистить военных. Но сталкера объявлена охота, которому мы уже и артефакт достали. И что это такое впереди? Химера, блин, не очень хорошо. Хотя, может, зона сыграет. Таким образом, что мы сможем Химеру заманить на военных. Вот как-то так, я думаю. Идёт за мной? Неясно. Но я перед тем, как заманивать Химеру, должен, наверное, проверить, не поставили ли они снайперов своих. Потому что у военных есть доступ к драгоновым. Сидит тут кто-то или нет? Или это пулемёт такой? Я не вижу, к сожалению. Нет, никого нету. Хорошо, попытаемся сохраниться и заманить Химеру на военных. Давай, иди сюда. Тормозит. Вот она. Там ещё собаки пришли. Химера будет сейчас немножко занята. Пытаюсь её сагрить. Всё, и теперь надо втопить к военным. Спасите военные! Привёл небольшой хвост вам. Хе-хе-хе-хе. Сейчас. Тут есть военные наверху, господи. А как получи сюда? Военные сзади. Химера сзади. Слушайте, надо быстро повесить хотя бы вот это. На пояс. Она прямо здесь. Тихо-тихо, спокойно. Мы тебя на базу заманим к ним. И начнётся тут весёлое столпотворение. Слушайте, а где военные? Непонятно. Тревога! Тут полным ходом. Посмотрите. Сталкер привёл своего ручного кота на базу. Ну всё, сейчас там начнётся. Собаки за мной. Химера здесь. Чуешь? Тревога тут. Этот не вооружён был. Где Химера? Непонятно. Этот сдаётся. Собака мешается только так. Непонятно, где Химера меня обстреливают. Надо их пострелять всё. Рядовой рычагирский, наверное. Химера сзади. Слушайте, не получается Химеру на них отманить, а она меня уже начинает пробивать. ПМ в рюкзаке тут Гришка нерв нашёл. Мой план не удался. Зода не на моей стороне, очевидно. Тут куча военных уже. Они меня ищут. Я пытаюсь пройти. Убегаю. Я хочу, чтобы они с Химерой сражались. Чтобы она за меня всю грязную работу сделала. Давайте сохранимся. Что ещё можно повесить? У меня больше ничего нету. Переносимый вес. Где Химера и где военные? Вот это вопрос на миллион. Химера скачет тут. Химера идёт на меня. Я оритируюсь. Я могу не выжить. Бочка тут ещё. Бочку можно взорвать. Пальба пошла. Пальба по мне пошла. Слушайте, они вносят меня очень сильно, потому что я в заре. И сзади Химера. Всё, я не жилец просто. Ещё аптечка пошла. Да дайте же уйти. Не, не даёт она уйти. К сожалению. Она будет на них нападать? Да, будет, посмотрите. Ну-ну, военные. Но мне нужно занять какую-то позицию, чтобы она за меня всё сделала. Я в сталкерском комбезе, кстати, и в противогазе. То есть бронезащиты у меня практически никакой. Попробуем сейчас аккуратно это сделать. Пошла Пальба. Химера занимается. Я думаю, мы потихоньку перегруппируемся. Сейчас аккуратно. Тут у них местный бар. Мы перегруппируемся на начало блокпоста. Главное, чтобы у меня тут и военный какой-то лишний. Хе-хе-хе-хе. Да, Зара Туби Препачи от Химеры, конечно же. Правда, непонятно, где она тут одного скопытила. Этот ещё жив, кстати. Уже готов. Так. Я аккуратно на начало перегруппировываюсь, чтобы меня тут... Чтобы у меня была отправная... Точка просто. Мне показалось, что крашнет сейчас. Ну не, всё окей. Химера речит, и деятельность там разводят более чем бурную. Слушай, у них гроза уже. Это серьёзные патроны у майора Кузнецова. Окей. Но пока Химера занимается, во-первых, здесь один был. Он сдавался уже. Его приконтрупили. Нет, он ещё жив. Добиваю. Сейчас мы по периметру всех прочистим. О, нет. Или не прочистим. Куда-то сюда. Так, она на меня. Её бы в клетку загнать, представляете? Вот это военным подарок будет. Она там шебуршит. Пусть там занимается. Пошла на военного атаковать. Меня надо сейчас обойти. Грамотно вот здесь. Военные должны выходить потихоньку. Они будут отвлечены, и мы их подщикаем. Вон они все тусуются. Посмотрите, они меня даже не замечают, потому что все заняты Химерой. Троих сразу в рядочек положил, сохранился. Подло. Очень у нас гнилые поступки ныне. Один выжил там, да? Вот этот. Задание обновлено. Задание уже выполнено. Охота на охотника. Но теперь надо разобраться с самой Химерой и дочистить военных. Солдат застрелил Химеру на... Шутки закончились. Всё, теперь я против всех. Всё, теперь они пойдут меня искать и мне мстить. Совершать свою месть. Мы сохранимся ещё раз. И готовы будем противопоставить. Значит, тут я не залезу. 22 пули в магазине. Слушай, бронированная голова у тебя, конечно. Прокопенко. Перезарядился. Кто-то там ещё кричит. Пристреллю я к собаку пристреллю. Это кто такой был? Семён Овечко. О, да ты выжил у нас, а? Давай-ка сюда свою нашивочку. Семён Овечко. Классический сталкер военный из Чистого Неба. Тут у них музей прямо, посмотрите. Ничего себе. Это бывшая база долга. Они отдали её военным. Это что такое? Это спаунер так сработал? Лег просто не увидел. Ну, я чикнул. Я ориентируюсь, потому что я не выживу просто. Тут чисто. Сейчас вот этого надо пострелять решительно. Патроны. Ошибка на ошибке просто. Работаю не как профессионал. Продырявов просто в лицо. Давай сюда калаш свой. Патроны у тебя обычные. Дроздуш. 25 патронов к пистолету. Серьёзный был военный. Хорошо, аккуратно подходим. Я их тут не увидел около костра. Они, может, засели тут, закрепились. Может, скрип так сработал. Не знаю. Вот этого лутаем. Какой-то военный профессионал не особо крутой. Седых. Но имел... О, вот эти по таблетке хорошие. Хорошие таблетки достаточно. Непонятно, сколько их, в принципе, здесь осталось. Тут чисто. Шевели копытами, говорят. Сохраняюсь каждый пчих, потому что боюсь очень сильно военных. Жёсткие они достаточно... В... Калу в Чёрном. Альда они везде жёсткие были. Тут всё успокоилось. Тут тоже никого. В баре бармена нету. Один ходит, ищет меня. Сейчас мы ему подарочек преподнесём. Он ещё по кому-то стреляет там. Слушайте. Ну, неубиваемый просто. Просто неубиваемый. Сейчас тамные пушки не особо хорошо работают. Лепят они мне очень хорошо. Всё-таки от калаша даже не защищают. Но от пули защищает чуть-чуть. Ох, как прилепило. Посмотрите. Гранат-то не было? Гранат не было. Не, надо перегруппироваться. Сильно тут нельзя. У меня нужна дистанция, чтобы с ними сражаться. У меня противогаз. У меня шлема нету. То есть защиты головы никакой практически. Как-то отсюда мы будем стрелять. Крался уже, посмотрите. А, это обычные патроны, не бронебойные. Так, тут чисто. Тут никого. В баре никого. Ну и кто-то там философию толкает. Один ещё по мне стреляет вот оттуда. Окей, закрепимся. Абаканы у них, да? Серьёзные, военные. Проскурен аптечку сюда. Я аптечек слил. А не, не сильно. Четыре аптечки остаётся. Кто-то там балуется. Слушайте, бошки нам будут отрывать опасно. Немного. Тут чисто. Командира блокпоста нету. Где-то должен быть ещё. Зубхимеры. Ну вот, пожалуйста. Нельзя лутать, когда ты в боевой ситуации. Вот он. Это лейтенант Стальная Голова, очевидно. И с ним ещё один. Они меня не видят, очевидно. Этот готов. 104 пули. АК-74 давно искал. Что вы не говорите, слышишь? Какой-то странный. Оттуда они повыходили все. Мы тут сохранимся. Их всех постреляем. Теперь надо ворваться. Их всех дочистить здесь. Да, но он пол-хп мне сносит за один выстрел. Даже артефакт не помогает. Я тебя влеплю. Что ты не кажешь? Сбоку ещё кто-то влепил мне. Ещё один здесь. Три патрона. Спокойно. Аптечки идут просто. Вы видели? Три патрона ему залетело. Ну, правда, обычный. В голову. Ого, ты патронов налутал. Слушай, ты уже своих друзей лутаешь. Я так посмотрю. Давай сюда пули. Может, грозу взять? Сколько там пуль к ней было? Девять. Этого не хватит. Определённо. Чтобы их чистануть. Ладно, этот. Этого лутали. Надо там одного-двуха их осталось добить. Вы видите, что происходит? Он упал раненый. Будешь сдаваться? Не можешь, так не можешь. Репутация улучшилась. Богатство народу. Богатство краины. Я надеюсь, что это всё. Начинаем нашу игру. Мерзлянов. Никакой. Кравченко. Никакой. Услыхал выстрелы из дробовика. О, ракета. Патронный бронебойник. Пистолет. Может, хоть они? Вот сейчас мы их и заценим. Один выстрел из калаша. И видите, полхп у меня сносится. То есть, заря, даже грейженная, она пробита, правда. Она абсолютно не держит этот урон. Давай, возьмём его. На кольт. 11 пуль должно хватить. Продорявов ТБ. Да, в голову залетает. Если бронебойный патрон, то он ложится. Лейтенант Кириллов. Пси-защита. Очень боялся. Контролёров. Здесь у нас Орлов. Старший сержант. Профессионал. Надо быстрее лутаться и сваливать отсюда. 23 пули. Я пули хотя бы свои должен отбить. Химера. Самое главное. Зуб Химеры. Грицай. Опытный. Энергетичный напий. Маф. Плохенко. Очень плохой был человек. Гнида настоящая. Жаба. Готов. Сохранение. Тимчук. Военный профессионал. Нашивку и патроны. Далее. Михаил Коркин. Ну этот налутал коне. Конечно. Профессионал. Отличный был. Давай патроны ещё. 8 патронов. Кто-то успел стрелять по Химере. Фуцин. Что-то у них ещё не было заряженных бронебойчиков. Бронебойных ни у кого. Я помню, я тайну зоны играл. Тут были такие, у которых были реально заряженные бронебойные пули. А этот вообще уникальный какой-то овечка, да? Собаку срезал хвост. И всё, и задание выполнено. РПГ бы тут поискать. Где-то его тут найдёшь. Тайников никаких не выпало, да? На этой местности, судя по всему, никаких. Можно проверить, честно говоря, что у них тут есть. Хорошо пошла кому-то там, да? Тут навряд ли будет РПГ. Зайти сюда тоже нельзя, а грабить их нельзя. И торговца нету. Должны быть уникальные персонажи. Это именно торговец и главарь группировки. Да я вот не знаю, у военных здесь или нет. Можно это чекнуть, конечно. РПГ может быть на крыше. Командира чекнем хотя бы. КПК что мне скажет? Контактов тут не показывает мне. Кровотечение. Плюс 7 заживления ран. Что-то не особо даёт. Химера не ушатывала, потому что в костюме вот тут вот у нас есть защита от разрыва, гашения удара. Но всё равно это слабые параметры. Барня просто никакая. Без шлемака. Я чекну ещё второй этаж. Может что-то будет. Тут техник должен быть. Но он выбежал. Может овечка и есть техник. Я хочу чекнуть обязательно третий этаж. Хорошо пошло. Следующий военный начал водку пить и всё. Документы? Нету документов никаких. Но мне и не надо, собственно. Ладно, отсюда надо валить уже с агропрома. Значит, наши задания выполнены. Крышу ещё можно чекнуть. А с крыши я сильно не слежу. Можно чекнуть ещё аномалии, которые тут остались. Севка на кладбище техники погиб от Химеры. От Химеры знаешь, сколько людей погибло. Очень много. Рассветает потихоньку. О, проскурен. То, что нужно. Кашу Беркуле съел. Вот этот боец был, что надо. А это Кузнецов Майор. Классический. Из тени Чернобыля. Как уходить будем? Да уходить будем сюда куда-то. И ни у одного из них не было Драгунова. А я так надеялся. Что делаем? Идём на Янтарь. Продаём калибровку Пси-шлема. Возможно, уже сделано. Руку контролёра отдаём. Отдаю-продаю артефакты ненужные. И буду таков. Потом возвращаюсь в бар. Но в бар всё равно вернёмся сдавать задания. Та и таке. Всё, задание будет сдато. И всё будет отлично у нас. Можно ещё раз в коготь залезть. Военные жёсткие, как были, так и остались. Что тут надо? Радиационную защиту, да? Нет у нас артефактов, судя по всему. И не пахнет даже. Даже не пахнет болото. Надо проверить, потому что есть у меня защита от химии. Слушайте, я перегружен сильно, потому что я грозу несу. Автоматно-гранатомётный комплекс. Калаш в неплохом состоянии. Можно будет его продать. Но он весит достаточно много. Грозу можно оставить, если захочу из неё стрелять. Но я навряд ли захочу. Я бы пострелял из винтореза. Или из... Или из ВСА. О, я вступил. Бронежилет пробил, но не погиб. Видите? Зато заря держит аномалии. Артефактов тут нету. Химзащиту я могу увеличить, кстати. Что там у нас? У нас кабаны нынче. Улов будет не сильно большой. По кабанам. Ну, копытом можно пострелять ради копыт их. Сидоровичу впарить. Сахарова, вернее. Можно сильно патроны не тратить. Потому что нас ожидает заход в Х-16. Патрон. Пистолет. По копыту просто. Готов. Что фризит на склоне. Ну-ка, давай сюда. Своё копыто. Оп! Мясо кабана. Посмотрите на него, а? Бронебойный патрон их берёт. Всё-таки улучшенная характеристика. Действительно у пули. Давай-ка сюда ещё свои копыта. И всё. Такая себе охота. Могут быть кровососы, кстати. Тут. Бедный Йорик. Господи. Дую к Сахарову пока что. Пока место. Рейд на военных. Ну, не знаю. Можно считать, наверное, удачным. Только то, что костюм пробили очень сильно. А грилки надо лупнуть. Кулбасой закусыть. Вот так вот. На янтарь перехожу.